У нас идеологических противоречий на сегодняшний день практически нет. У нас есть фундаментальные культуры логические. В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея. В основе российского – коллективистская. Вот есть один из исследователей Пушкина, который об этом очень точно и ясно сказал. Вот «Унесённый ветром», помните, там главная героиня, она говорит, что я не могу себе представить, что я буду голодать. Вот для неё это самое главное. А в нашем представлении, представлении русского человека, всё-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт уходящее, что-то такое душевное. Что-то такое связанное с Богом. Понимаете, это немножко разные философии жизни. И поэтому понять друг друга довольно сложно. Но можно. Для этого, наверное, есть международное право для того, чтобы стать всем. Ну да. Ну вот, Соединённые Штаты, безусловно, демократическая страна, и она развивалась изначально как демократическое государство. Ведь когда люди начали осваивать этот континент, они приезжали, выстраивали отношения друг с другом. И по факту жизни вынуждены были это делать в диалоге друг с другом. Поэтому она изначально рождалась как фундаментальная демократия. Вместе с тем, не будем забывать, что освоение американского континента, вы меня заводите прямо в депре, мне не хочется об этом говорить. Но освоение американского континента началось с крупномасштабной этнической чистки, которая не имела себе равных в истории человечества. Ведь европейцы когда-то приехали, они этим и занимались, надо прямо об этом сказать. А она, не знаю, вот человечеству не так много известно из истории. Ну, скажем, уничтожение Карфагена римляниями, да, когда они уходили, они даже землю, так вот легенда гласит, солью посыпали, чтобы там ничего не росло. А освоение американского континента европейцами, там землю никто не посыпал, потому что её использовали, но уничтожали коренное население. После этого американская история знает рабство. И оно так глубоко проникло. Ведь Колин Пауэлл ещё в своей книжке написал, как ему было тяжело, человеку с тёмным цветом кожи, тяжело было проявляться, как он всегда чувствовал на себе взгляды окружающих. Значит, это сидит, сидит наверняка до сих пор в душах и сердцах людей. Ведь, ну, вот смотрите, мы знаем, во всяком случае, сегодня очень многие стороны советского режима. Знаем Сталина, да? Так, как раньше мы его не знали. Знаем, что это был диктатор, тиран. Я очень сомневаюсь, чтобы Сталин в весной 45-го года, если бы у него была атомная бомба, применил бы её против Германии. В 41-м, 42-м году, когда стоял вопрос о жизни или смерти государства, может быть, применил бы, если бы у него было. А в 45-м, когда уже противник всё сдавался, по сути дела, шансов у него никаких не было, я сомневаюсь, вот я лично. А американцы применили против Японии терпящее поражение, причём против неядерного государства.